Всем салют, друзья! Это Красава, и я прилетел в Ливерпуль! Сегодняшний выпуск будет про настоящего капитана, лидера, икону, футболиста, которого уважают абсолютно все болельщики мира. Стивен Джерард и его родной Ливерпуль. Погнали! Посмотрите на этого мальчика. Это Стивен Джерард. И я люблю водку, но немного. Стивен Джерард дерьмовый футболист. Да пошел ты нахер! Красава! В 30 минутах от Ливерпуля находится деревня Уистон. Именно здесь начинал рубиться футбол молодой Стивен Джерард. Я пригнал сюда, чтобы посмотреть, в каких условиях начинала играть футбол-легенда и сравнить с нашими российскими реалиями. Вот он, Уистон Джуниорс Футбол Клаб. Именно здесь начинал пылить Стивен Джерард. Просто одно футбольное поле и один вагончик. Все, больше ничего нет. Посмотрите на это маленькое поле. Вот представляете, здесь Стивен Джерард начинал играть в футбол. Размеры практически мини-футбольные. Наверное, 20 на 40. Все очень скромно. Ты играл в Уистон Джуниорс вместе со Стивен Джерардом. Вы сейчас созваниваете с ним? Сейчас уже нет. Я играл с ним, когда он был малышом. Мы были примерно одного и того же возраста, что и пацаны вон там на поле. Ну, по 9, 7, 11 лет или около того. Я его до сих пор помню таким. Что-то изменилось с тех времен, когда вы здесь играли? Все так же, наверное, осталось поле, раздевалки. То есть ничего не поменялось? Мы сюда переехали через несколько лет после того, как Стивен начал играть. До этого мы играли на глиняных полях, которые находятся достаточно далеко от городка. Клуб стал развиваться, и руководство решило перенести тренировочную базу на это место. Здесь трава, конечно, получше. Точнее, сам участок земли намного ровнее, чем тот, который был. А это очень хорошо для детского футбола. Сразу было видно, что Стиве в полном порядке. Даже когда Стивену Джерарду было всего 7-9 лет, уже можно было сказать, что он особенный и очень талантливый игрок. Тренеры, конечно, видели все это и всегда говорили, при любой возможности старайтесь дать мяч на Стиве, и он наведет шороху. Стиве мог с легкостью обвести троих, четверых, пятерых человек, голы забивал. Игра давалась ему легко, потому что уже тогда он был ключевой фигурой на поле. Все знают, что Стиве супер капитан, супер лидер. Расскажите какую-нибудь забавную историю с детства. Ничего такого припомнить не могу. Он не особо-то и шутить любил. Я думаю, он всегда очень серьезно относился к игре. Он, наверное, уже тогда осознавал, что у него все очень хорошо получается. Видимо, поэтому, когда у него все закрутилось футболом, сохранил свой серьезный настрой. Я тут уже 35 лет хожу по кругу, чтобы все было готово к субботе. У нас тут важные игры предстоят. Сразу было видно, что Стиве станет суперзвездой. Уже с возраста 9, 10 лет по нему было видно, что он особенный. Я знаю, что Стиве до того момента, как не уехал в Ливерпуль, 8 лет. Он болел за разные команды. Даже надевал на себя футболку Эвертон. Это просто... Даже, если честно, я сейчас не верю. В какой футболке он чаще всего приходил сюда на тренировку к вам? Я думаю, что всем хорошо известно, что Стивен Джерард всегда болел за Ливерпуль. Но, насколько я помню, однажды дядя позвал его с собой на футбол. Он согласился составить ему компанию. Ну и надел футболку Эвертона на себя. Не думаю, что до него в таком возрасте это имело большое значение. Но, насколько я знаю, Стиве, он всегда топит только за Ливерпуль. Вы помните тот турнир или тот матч, на котором Стиве увидели... Ну, скауты Ливерпуля сказали, все, Стиве, поехали в Ливерпуль. Ну, это случилось, когда Стиве перешел к одному тренеру. И я думаю, именно этот тренер связался с элекционным отделом Ливерпуля и сказал им... Послушайте, у нас тут есть очень и очень талантливый футболист. Ну, а так как Стиве с детства уже демонстрировал незаурядные способности, то и на первом же просмотре он проявил себя просто великолепно. Все это случилось с ним в возрасте примерно 8 лет. И с тех пор он уже никогда не расставался с этим клубом. Как часто Стиве сюда приезжает? Он намного чаще приезжал сюда во времена расцвета своей карьеры в Ливерпуле. Когда он активно выступал за клуб, он часто приезжал сюда с командой на всевозможные презентации и автограф-сессии. Несколько раз он привозил сюда выигранные трофеи. Ну, а сейчас уже довольно давно не был. Это и понятно, у него много дел. Как вы знаете, он сейчас тренирует команду, а это дело не из легких. Я уверен, что он до сих пор поддерживает тесную связь с парой-тройкой человек, работающих здесь. Три качества Стивена Джерарда. Какие они? Ну, по футболу я помню его очень решительным. Очень и очень техничным. И очень-очень-очень трудолюбивым. Привет, мужик. Приятно познакомиться. Клевая прическа. Тебе нравится? Можем тебе такую же сделать. Он говорит, одинаковая прическа. В России часто бывает, если в маленькой деревне ребята не попадают в большой футбол, то они начинают, не знаю, там заниматься всякой ерундой. Наркотики, алкоголь и что-то еще. Вот из вашей команды, которой ребята не заиграли, где они сейчас? Большая часть парней до сих пор живет здесь. Вон, два-три папаши были в одной команде со Стивеном. Несмотря на то, что не все стали звездами футбола. Большая часть ребят осела в нашем городке и довольно неплохо поживают, занимаясь абсолютно разными делами. Что вы чувствовали, когда ваш партнер по команде, с которым вы рубились вот на этом маленьком поле, переодевались вот в этом черном ангаре, выигрывал, вырвал Лигу чемпионов в матче с Миланом? Ну, когда Стиви Джерард стал капитаном Ливерпуля, все у нас в городке испытывали невероятное чувство собственной гордости. Потому что он достиг таких высот, о которых никто здесь даже и посметь мечтать не мог. Играть в местной команде, затем попасть в Ливерпуль, стать капитаном, это казалось для всех местных просто чем-то невероятным. Если Стивен Джерард когда-нибудь возглавит Ливерпуль, вы будете ездить на матче? Ну да, я думаю, он однажды возглавит клуб. Мы и так постоянно ходим на матчи Ливерпуля, так что тогда, когда Стивен станет главным тренером, мы также будем постоянно ходить туда. Представьте, что через калитку сейчас зайдет Стиви Джерард и подойдет сюда на поле, что бы вы ему сказали? Ты меня помнишь, Стиви? Думаю, помню. Очень хорошо. Раз, два, два! Держи! Джош, Джош! Джош, Джош! Маккл, отцел! Маккл! 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 Браво! Браво! Маккл! 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 Ребята рубятся, посмотрите какие поля, понятно, что поле маленькое, понятно, что это деревня, понятно, что сложно назвать каким-то, каким-либо вообще уровнем, но тем не менее они играют на натуральных полях, не мучаются на этих искусственных дубовых, как у нас в России. Маленький черный ангар-вагончик, маленькое натуральное поле и огромная любовь к футболу. Посмотрите на этого мальчика, вот он играл когда-то за Уистон, это Стивен Джерард. Здесь вот перечислены имена всех парней, выступавших за Уистон и ставших профессиональными футболистами. Стивен и его брат? Нет, это его двоюродный брат. Тут вот у нас туалет. Прекрасно, роскошно. А вот здесь у нас раздевалка, все очень просто. Английский стиль, да? Типа того. А под лавкой в ящиках хранится инвентарь для мальчиков. Друзья, кто думает, что для футбола нужны гламурные условия, вот посмотрите, Стивен Джерард вот здесь переодевался спокойненько, вешал вот сюда вот вещи, на эти деревянные колочки. Все просто, лаконично, по-английски, в британском стиле. Это фото директора клуба. Он умер в декабре прошлого года. Он Стивена и приметил. Как давно Стивен здесь был? Примерно 5-5 или 7 лет назад. Стивен как-то помогает вообще или помогал школе? Ну нет, но если бы он нам сейчас предложил свою помощь, мы бы вряд ли отказались. Моя команда синенькая. Так, короче, ребятки, сбылась мечта, дебютируй в английском футболе. Я играю за синих, тренер с шикарной прической играет за красных. Пас, пас, пас. Ну как так? Я сейчас голевую передачку мог отдать. Кипер! Браво! 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 Браво, кипер! Брависсимо! Есть первый гол на английской земле! Та-та-та-та-та! Восстанчериец! Та-та-та-та! Восстанчериец! Та-та-та-та! Восстанчериец! Грава! Грава! Все, тренировка закончена. Ребята идут домой. Увидимся в английской премьер-лиге, окей? И в сборной Англии, хорошо? Хорошо, байк. Окей? Красава! Красава! В детстве я перепробовал несколько видов спорта. Вначале была секция по карате. Потом я рубился в хоккей. А когда двоюродный брат привел меня в 7 лет на тренировку по футболу, я понял, что именно этим видом спорта я хочу заниматься всю жизнь. Помню, как сейчас. Я пришел домой и сказал родителям, все, теперь я буду футболистом. Мои родители очень удивились и не сильно обрадовались. Карате могло помочь защитить себя на улицах. Хоккей, чисто сибирский и брутальный вид спорта. Нет зубов, нет проблем. Но для чего в Тобольске играть в футбол, они не понимали. Хорошо, что я смог их убедить. Это круто, когда в детстве можно попробовать разные виды спорта, чтобы найти свое. Еще круче, когда для этого не нужно никуда ездить, и все находится в одной локации. Как в новом жилом комплексе кварталой 2119. Почему именно сюда, в квартал 2119, вы приезжаете тренироваться? Потому что здесь хорошая инфраструктура, и здесь мои друзья открыли классный зал по единоборствам, куда я приезжаю. Я знаю, как определить, хорошее футбольное поле или нет, по покрытию, по трибунам. Как определить зал джиу-джитсу в порядке или такой средненький? Надо смотреть на оснащение. Матр достаточно безопасный, удобно ощущать. Мягкий, травматизм, сведен на миг. Этого человека вы его уронили, нет? Можем, да, если так. Из зала джиу-джитсу мы переходим на поле. Одной команде не хватает игрока, поэтому у них сегодня будет усиление. Товарищ сын, а можно, да? Да, конечно. Я за тебя. Гол! Вот это голешник! Ребята, извините, замена. Все, я ухожу. Как же я завидую этим парням. У них в футболе все только начинается. А чтобы рубиться в любимую игру в хороших условиях, нужно просто выйти из дома. Опа! Очень круто, когда в новых жилых комплексах не просто строят качественное жилье, но еще создают полноценную инфраструктуру для активного образа жизни. Кварталы 21.19 – это новый стиль жизни и идеальное будущее прямо сейчас. Все подробности о кварталах 21.19 по ссылке в описании. А мы двигаемся дальше! Я на базе футбольного клуба «Рейнджерс». Даже не верится, что через несколько минут я буду разговаривать о футболе со Стиви Джерардом. Стиви Джерардом! Я просто кайфовал от него все детство, потому что это супер игрок, это супер легенда. Мне кажется, даже если вы не болеете за Ливерпуль, то не восхищаться таким игроком просто невозможно. Интересно, какой Стиви будет в диалоге? Скупой на ответы, как Андрей Аршавин или, я не знаю, фееричный, как Лео Слуцкий? Очень скоро узнаем! Стиви Джерард на канале «Красава». Если честно, я в шоке. Погнали! Вы слышите этот приятный шум? Это тренировка «Рейнджерс». Кстати, на базе «Рейнджерса» два футбольных поля с натуральным газоном. На одном тренируются ребята, а второе вот я сейчас вижу перед собой. Видно, что только засеяли поле, ребята разминались вот на этом маленьком, а тренируются на большом, на соседнем. Ай, красотища какая! Поле для разминки, а вот там проходит сама тренировка. «Рейнджерс ФК». Сейчас пресс-аташе сказал, что ближе, чем вот за эту линию мне заходить нельзя. Я попросил вон на ту позицию, где находится фотограф. Они сказали, что это клубный фотограф. Я сказал, что я тоже могу быть клубным видеооператором. Они сказали, что они смотрели мои футбольные моменты. И если я такой же оператор, как футболист, тогда они меня точно не возьмут. Буквально через пару дней у «Рейнджерса» игра, поэтому сегодня такая легкая тренировка в плане «дыр-дырчик», как говорят у нас в футболе. Команда играет на шестеро ворот. Я думаю, так больше для эмоций. Стиви стоит и смотрит. Вон он, смотрите. В стойке наблюдает. Пока я не видел, чтобы он на кого-то кричал, достаточно сдержанно себя ведет. Мы сейчас находимся в Манеже Академии. Вот в том углу, за моей спиной, будет интервью Стива Джерарда для местных телеканалов, потому что он стал лучшим тренером этого месяца. Стиви в паридосе, уже на тренерском мостике. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты хорошо? Спасибо. Спасибо. Прямо тебе не Стиви Джерарда. Спасибо. Во-первых, поздравляю с лучшим тренером месяца. Спасибо большое. Я завоевал эту награду благодаря большой поддержке окружающих меня людей из моего тренерского штаба и команды. Они все мне очень сильно помогали. Так что это все благодаря им. Я ценю их поддержку. Отставание от Селтика 11 очков в этом году. Пару лет назад было 39. Реально ли в следующем сезоне убить Селтика? Ну что ж, Селтик — это очень хорошая, крепкая команда. Они держат пальму первенства уже много лет. Так что для нас это своего рода вызов. Рейнджерс медленно, но верно сокращает количество очков, разделяющих нас. И мы стараемся это делать как можно быстрее. Для нас это очень серьезная и непростая задача. Именно поэтому я и нахожусь здесь. Мы продолжаем бороться и биться, чтобы наконец вернуть Рейнджерс былой успех. Мы хотим быть первыми. Нам предстоит еще много чего сделать, но мы уверены в своих силах. Стиви, что сложнее, выигрывать Лигу Чемпионов в составе Ливерпуля как игрок или рубиться в Лиге Европы как молодой тренер? Я думаю, что обе эти задачи очень сложные. Выиграть Лигу Чемпионов в качестве игрока — это, наверное, самое сложное, что только может быть для футболиста. Особенно последние игры. Полуфиналы и финал. Уровень игроков и уровень команд очень высокий. Так что для игрока это самое сложное, что может быть. Если говорить о работе тренера, то тут тот же самый мандраж, те же самые чувства и эмоции. Да и вызов, который тебе бросает судьба, наверное, в чем-то похож. Однако тут, конечно, большую ответственность на себя ощущают игроки, чем я. Так что оба этих вызова разные по характеру, но одинаковые по своей сути. Александр Головин, который играет в Монако, он работал в Санри, рассказывал, что Терри не смог убить в себе игрока. Он часто выходил на тренировку и психовал, показывал, как нужно играть, вел себя не очень красиво. Вы убили в себе игрока? Я очень уважаю Терри Анри как игрока, человека и личность. Ничего другого, кроме огромного уважения к нему не испытываю. Что касается меня, то я больше не футболист и в качестве игрока себя больше не позиционирую. Может, только когда я тренируюсь, просыпается что-то, что осталось во мне от игрока. Но теперь я футбольный тренер. Я должен думать и делать все, как футбольный тренер. Я должен помогать игрокам расти и двигаться вперед. Так что с Джерардом, футболистом, покончено. Теперь моя основная задача помочь игрокам стать как можно лучше и профессиональнее на футбольном поле. Я футбольный тренер и отношусь к своим игрокам должным образом, с пониманием и уважением. И они это ценят и понимают. Какое влияние на вас оказал Гарри МакАлистер как на игрока и как на тренера? Когда я только начинал карьеру, он уже был опытным футболистом. Он часто мне подсказывал и наставлял меня. Мне это очень помогало лучше играть в футбол и развиваться как личность. Он многому меня научил. Именно с этого начались наши взаимоотношения, которые остаются очень теплыми и дружескими уже на протяжении многих лет. Будучи тренером, я доверяю Гарри на все 100%. Гарри очень много мне помогает каждый день и с каждым отдельным игроком. Это здорово, когда перед лицом большого вызова, плечом к плечу, с тобой стоит подобный человек. Кому из авторитетных тренеров вы иногда звоните, чтобы посоветоваться по работе? Всем тренерам, с которыми я когда-то работал, я могу позвонить. Это и Рафа Бенитес, и Жерар Улье. Теперь, когда Брэндон Роджерс ушел наконец из Селтика, я ему тоже могу позвонить. Нет, серьезно, у меня очень хорошие взаимоотношения с большинством знакомых мне тренеров. И так часто бывало, что я звоню кому-то из них за советом. Даже с Юргеном Клопом мы общаемся по-приятельски хорошо. Он всегда очень любезен и всячески меня поддерживает. Ну что ж, эта часть здания практически никак не поменялась и сценарически всегда служила парадным входом. Весь марамор, что на полу и все деревянные элементы были привезены сюда с корабельной верфи, что в Глазго. А вот тут на доске нанесено мое имя. Здесь святая святых. Мы всегда здесь собираемся в день матчей. А здесь на потолке изображены, считай, самые значимые личности в истории клуба. Бывшие владельцы, капитаны, директоры. Вот тут тренеры. Тут изображен основатель клуба Мозес Макнил вместе со своим братом Питером. Здесь директорский кабинет. Через него все проходят. Я сам, когда подписывал контракт с клубом, делал это вот на этом самом столе. Приз лучшему тренеру года. Был присужден Дику адвокату в сезоне 98-99. Ну что, друзья, вы когда-нибудь были на таком крутом и старом стадионе? Я, если честно, впервые. Вот здесь руководство клуба выходит в свою ложу, из которой смотрит футбол. Стадион вмещает 51 тысячу зрителей. Марк, все знают, какой был игрок Сиви Джерард, и все начинают понимать, какой он тренер. Но какой он человек? Я думаю, он ничуть не изменился. Он такой же, каким вы его видели на поле в роли капитана и игрока. Он себя всегда ведет так же достойно, как и на протяжении всей своей карьеры. Он всегда является примером для подражания, поддерживает всех и вдохновляет. Ему удается трансформировать и воплощать все то, что он делал на футбольном поле в тренировках его команды. Он берет игроков такими, какие они есть, и старается развивать в них самые лучшие качества, доводя до наивысшего стандарта профессионализма, по которому сам равнялся когда-то. Я считаю, что его приход в наш клуб изменил все до неузнаваемости и сказался на команде самым положительным образом. Стиви очень любят болельщики Ливерпуля. Он суперзвезда, икона. Как к нему относятся болельщики Рейнджерс? Успели ли они его полюбить так же, как болельщики Ливерпуля? Да, про Ливерпуль вы правы, несомненно, но Стивен легенда мирового уровня. Он обладает всемирной узнаваемостью, и его имя на слуху у миллионов людей. Все знают Стивена. В какой бы уголок мира вы не приехали. Вы знаете, когда мы подписали Стивена, наш веб-сайт в буквальном смысле слова обвалился от количества комментариев. В особенности из Китая. Представляете, как бы это странно ни звучало, но большая часть писавших нам людей была не из Ливерпуля, а из Китая. И в этом, наверное, есть весь Стивен. Он носит футбол в себе под сердцем. Этот человек один из величайших послов футбола на земле. И лучший из тех, кто бы мог стать представителем клуба «Глазго Рейнджерс». Вы играли за сборную Англии, вы играли в Монако, в Милане, в Рейнджерс, во многих английских клубах. Скажите, как вы считаете, что Стиви был легендой на поле как игрок? Каковы шансы, что он станет легендой именно как тренер? Думаю, да. Он обладает всеми данными и качествами, необходимыми для этого. Единственный вопрос, который люди спрашивают, касается необходимого тренерского опыта. Но у него есть люди рядом, они его учат. И чем дальше он пойдет по тренерской стезе, тем лучше у него будет получаться. Стивен всегда остается собой. Ему просто не нужно меняться. Не нужно адаптироваться. Дальнейший опыт сделает его лучше и мудрее. Он станет старше и станет мудрее. Что значит для Рейнджерс, для болельщиков, для молодого поколения, для вообще всех приход такой звезды, как Стивен Джерард в качестве тренера? Последние 10 лет были очень трудными для клуба. Но, как вы сами видите и могли видеть это, мы великий клуб. Это колоссально по своим масштабам и значимости организация. Даже в худшие времена команду поддерживать приходило 50 тысяч человек. Стивен и Рейнджерс бренды мирового масштаба. Стивен поможет нам, а мы поможем ему. И то идеальное взаимодействие. Кто был круче на футбольном поле выступать за сборную Англию? Стивен Джерард или вы? Мы выполняли совершенно разные функции. К тому же Стивен продержался в рядах сборной намного дольше и был капитаном. Я играл не так много, как он. Забил всего 8-9 мячей. Потом пропустил множество игр из-за травм. Так что с уверенностью можно сказать, что на международном уровне Стивен сумел построить намного более блестящую карьеру, нежели чем я. Когда Рейнджерс выиграет чемпионат Шотландии? Я думаю, что сегодня мы близки к этому как никогда. Этот сезон для нас очень трудный. Также в этом году наш футбольный клуб кардинально изменился. Что возложило определенную ношу ответственности абсолютно на всех. Изменения коснулись как футболистов, так и абсолютно весь обслуживающий и тренерский персонал. Так что я думаю, сейчас мы находимся буквально в нескольких шагах от новых и великих свершений. Теперь у нас есть Стивен. Команда постепенно перестраивается. Нам еще не хватает трех-четырех новых усилений. Скоро мы заиграем на полную мощь и снова заявим о себе на всю Шотландию. Мы всего в каких-то паре сантиметров от успеха. Как вы думаете, когда Стивен Джерард возглавит Ливерпуль? И возможно ли это вообще? Я думаю, что Стивен этого бы очень хотел. Он всегда был и остается предан одному единственному клубу. Он играл за этот клуб. А когда ты еще и обладаешь подобным опытом и ментальностью, естественно, хочется вернуться и отдать все силы на помощь своему родному футбольному клубу. Будь ты игрок, управленец или тренер. Стать тренером — его цель. Он очень сильная личность, а его твердый характер позволит ему достичь успехов в абсолютно любой футбольной команде. Так что пока мы молимся, чтобы у Ливерпуля все шло хорошо, а Юрген Клоп продолжал выигрывать. Стивен остается с нами. И надеюсь, у нас будет долгая и успешная совместная карьера. Тут на сиденьях именные таблички обладателей сезонных абонементов. Это ложа руководителей. Тут сторона рейнджерс, там гостевая часть. В перерыве они спускаются сюда. Как же круто, а? Все пропитано историей, а? Здесь у нас футкор. Вот сюда они выходят смотреть футбол. Ее величество королева и Уилли Воддл – один из наших легендарных тренеров. Сама королева топит за рейнджерс? Конечно, только красный, белый и синий. Флаг Великобритании. Вот стеллаж, посвященный мне. Я передал в музей кепку. Я еще с волосами. Да, давненько это было. Настоящий музей вообще, а не стадион. Нет, друзья, вы это видите? Это просто огонь. Это кубок обладателей кубков, который мы выиграли в 1972 году. А вот это – большой подарок от Сен-Детьена из 60-х. Перед международными играми обменивались подарками. В преддверии игры проводился Тур-де-Франс, так что нам подарили велосипед. Все эти вымпелы вручались в знак победы в чемпионате. Всего их 54. Это мировой рекорд по количеству чемпионских титулов. Зенит. Этот вымпел у нас финала Кубка УИПА 2008 года, проводившегося в Манчестере. Стадион был забит под завязку. В Манчестер тогда отправилось около 150 тысяч фанатов рейнджерс. Очень жаль, что мы проиграли тогда. Но все равно это был великий день для нашего футбольного клуба. Примерно к такому уровню мы снова стремимся сейчас. А это подарок от Винсона Черчилля. А вот здесь золотая бутса Али МакКойста. Золотая европейская бутса сезона 93-94. Бюст Ричарда Гафа, бывшего капитаном, когда мы выигрывали 9 чемпионатов подряд. Обратите внимание, у нас висит портрет королевы прямо над выходом. Этот крючок особенный. Когда все носили котелки, сюда надо было вешать котелки. Все пронумеровано. Я переодевался в углу под номером 10. Здесь я и рядом МакКойстер. Это самый крутой стадион, на котором я был. Все пропитано историей. Посмотрите вокруг. Это музей, это дикий кайф. Но сюда заходить нельзя, но мы все-таки зайдем. Душевые кабины, все как надо. И вот он, шедевр. Смотрите, ванная, представляете? Не знаю, там 100 лет назад здесь чуваки лежали в ванной. Может быть, даже покуривали сигаретку после игры. Раньше же это все было, в принципе, в пределах нормы. Кайф, да? Вот здесь сушились бутсы после игр. Во времена, когда я играл в футбол, мы меняли бутсы каждый день. Одна пара тут, в другой тренируешься, потом поменялись. Самая олдскульная сушилка для бутс, которую мы видели. Слушайте, друзья, если честно, я просто в шоке, потому что это просто дикий кайф. Вы представляете, сколько лет, сколько лет назад и сколько лет продолжают вешать бутсы вот на эти гвоздики, на эти крючки. Это супер. Вот под трибунное помещение, с которого начинается абсолютно каждая домашняя игра. Тут выстраиваются команды на начало игры. Проходят послематчевые интервью с игроками и тренерами. Вот на этом постаменте кладется мяч. Вот скамейка команды. А Стиви тут сидит? Нет, он почти не сидит. Он стоит всегда. А вот здесь лавочка команды соперника. Обратите внимание, с левой стороны сидит команда гостей, с правой стороны сидит домашняя команда. Но между ними буквально, ну сколько, не знаю там, два с половиной метра. Поле похоже на перевернутые блюдцы для лучшего дренажа. Поле такое, имеет дугу. Да, 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 это вот видно. Я сейчас попробую поставить камеру, чтобы вы это увидели. Если честно, я вообще такое впервые вижу. Такое овальное поле, вообще нет мелочей, все по-футбольному. К сожалению, на поле мы выйти не можем. А то нас с агроном пристрели. Придется стоять тут. Но если бы мы были в центральном круге лицом к трибунам, то вы бы увидели, насколько они огромны. Это просто невероятный вид. Красава! Английская премьер-лига – мой самый любимый европейский чемпионат. А во времена игровой карьеры он помогал мне настраиваться на матчи и даже, не поверите, забивать голы. В середине нулевых я регулярно читал журнал «Тотал Футбол», куда постоянно вкладывали диск с английскими футбольными видосами. Как-то раз там оказался диск с подборкой лучших голов английской премьер-лиги. Это было очень круто. Когда я играл за пермский «Амкар» перед каждой игрой на базе, я смотрел этот диск и удивлялся, что в Англии бьют со всех позиций и забивают просто невероятные голы. Я выходил на поле и пытался сделать то же самое. Иногда это получалось. Мотивирующие нарезки перед играми остались где-то в прошлой жизни, но я до сих пор обожаю АПЛ и стараюсь смотреть все матчи. Тем приятнее, что с нового сезона в России это можно делать на принципиально новом уровне. Онлайн-кинотеатр «ОКО» приобрел эксклюзивные права на показ английской премьер-лиги в нашей стране. А всех подписчиков «ОКО Спорт» ждет очень много приятных бонусов, помимо самих трансляций матчей. Первое. Любую игру можно посмотреть в прямом эфире или по запросу в записи. Второе. Абсолютно все матчи будут транслироваться в HD формате и без рекламы. Третье. Контент будет доступен на всех устройствах. Смарт-ТВ, телефоны и планшеты. Бонус номер 4. В продукт будут встроены очень полезные опции, например, поставить игру на паузу. Теперь самое классное. Для подписчиков «ОКО Спорт» помимо самих матчей английской премьер-лиги будет очень много дополнительного и уникального контента от АПЛ. Это аналитика, статистика, разбор и обзор матчей, интервью с тренерами и игроками. И, конечно же, многое другое. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свой имейл, чтобы первыми узнать о запуске АПЛ в ОКО и быть в курсе всех новостей. А также получить промокод на 7 дней бесплатного просмотра фильмов. Пока английская премьер-лига ушла на каникулы, ОКО подготовил для всех любителей спорта специальную подборку футбольных фильмов. Наслаждайтесь кино и морем другого интересного контента, что есть в ОКО. Ну и, конечно, привкушаем новый сезон английской премьер-лиги. А мы двигаемся дальше! В Лиге Европы вы проигрывали в Москве Спартаку. Вы можете вспомнить три фамилии игроков-москвичей, которые вам понравились? Да, я очень хорошо помню всех, против кого мне приходилось играть. Спартак очень достойный и сильный соперник. Атмосфера на стадионе в Москве была просто фантастическая. Я считаю, на тот момент мы играли против соперника более высокого класса, и это испытание было для нас не из легких. Я очень горжусь своей командой, потому что мы держали высокую планку и бились до конца. Также я был благодарен тренеру команды соперника, и особенно всем болельщикам, которые пришли на матч, потому что атмосфера была просто запредельная. К сожалению, о результате я такого сказать не могу. У них в составе есть очень дорогие игроки. Зелуиш, например. Высококлассный профессионал. Для нас этот матч был не из легких. Альберт Рьера, человек, с которым вы играли вместе за Ливерпуль, он живет в Сибири, очень любит снег, иногда пьет 60-градусный самогон. Что должно случиться, чтобы Стиви Джерард переехал в Россию? Я люблю водку, но немного. Одной маленькой стопки достаточно. Россия очень красивая страна, и мне нравится, с какой страстью там люди болеют за футбол. Там много крепких команд, интересный чемпионат. Но в настоящий момент я очень рад, что я работаю и живу в Глазго. Этот город также мне очень нравится. Судьба бросает мне большой вызов, встречи с которым я жду с нетерпением. Мне нравится посещать Россию, будь то личные поездки или поездки вместе с моей командой. В России меня всегда тепло встречают. Я очень уважаю уровень футбола в вашей стране, и уровень, который выдерживают большие и знаменитые клубы. Так что, кто знает, может быть однажды и я перееду к вам. В конце сезона, если вам поступит предложение от «Зенита» или «Спартака», 10 миллионов фунтов. Вы поедете в Россию? Речь о деньгах не идет. В качестве тренера я не ищу способа заработать деньги. Я хочу реализовывать себя, выигрывать и развиваться дальше. Сейчас я очень рад, что нахожусь в Глазго. Это большой клуб, и я горжусь тем, что мне выпала честь работать здесь. Я собираюсь посвятить тренерской деятельности ближайшие 10, 15, 20 лет. Очень трудно предугадать, что будет в будущем. Так что посмотрим. В любом случае, все это не из-за денег, а сугубо для того, чтобы принять на себя новый вызов. Жажда побед – главный мотивирующий фактор для меня. Манчестер Юнайтед, Кончельскис, Арсенал, Аршавин, Тоттенхэм, Павлюченко, Жирков, Челси, Беллидинов, Эвертон. Почему в Ливерпуле никогда не было русского игрока? И кого бы вы взяли из российских игроков в Ливерпуль? Я думаю, сейчас любому игроку будет сложно попасть в Ливерпуль. Посмотрите на их состав. Но я считаю, что в России очень талантливые игроки. Когда я был в Москве с юношами Ливерпулем, мы играли с москвичами. Там есть таланты. Так что я не удивлюсь, что когда-нибудь я увижу в составе Ливерпуля русского игрока. Я думаю, с точки зрения технической оснащенности русские игроки очень хороши. У них сильная ментальность. Так что хоть до этого в нашей команде не было русских, я не сомневаюсь, что в будущем такое возможно. Есть хоть один русский игрок, который вам реально... Вы смотрели и говорили, вау, это круто, это классный футболист. Ты? Я думаю, для меня было бы сложно и неуважительно назвать какого-то конкретного игрока. Люди всегда обращают внимание на тех, кто забивает голы. На звезду. Но как тренер я смотрю на разные позиции. Андрю Харшавин, не? Да, это классный игрок. Я думаю, я в целом отмечу тот высокий уровень футбола, который демонстрируют отдельные российские игроки. И с нетерпением жду, кто же будет следующим новичком нашей премьер-лиги. Я думаю, это им по силам. Так что посмотрим. Что вас в России удивило в плюсы и в минусы? Из плюсов это страсть боления. На стадионе очень шумно и все болеют очень интенсивно. Что создает атмосферу. Из минусов. Из того, что плохого случалось в России со мной, я могу отметить расизм. Оскорбительные кричалки в адрес одного из моих молодых игроков. Мне это совсем не понравилось и это было неприятно видеть и слышать. Расизму нет места в футболе. Мне кажется, такое поведение болельщиков портит российский футбол. Я всесторонне уважаю ваш футбол и болельщиков. Но этот маленький недостаток нужно как-то исправлять. Сегодня ответный полуфинал Лиги Чемпионов. Ливерпуль принимает Барсу здесь на Энфилде. Я уверен, будет очень жаркий матч, потому что Ливерпуль первую игру проиграл 3-0. Вы все это прекрасно знаете. Сегодня команда включит максимум ресурсов, чтобы пройти дальше. И у меня есть время встретиться просто с чумовым парнем, олдскульный болельщик Ливерпуля. Он смотрит и гоняет вообще на все матчи. Помимо этого он тренирует регбийную команду. Дэнни, здорово. Ты пипец какой сильный. Кто сегодня победит? Думаю, Ливерпуль сегодня выиграет. Что по голам? Я уверен, мы сегодня сможем забить нужные 4 мяча. 4 мяча? Ты что, бухал сегодня? Не-не-не. Думаю, забьем 4. И не пропустим. Ты почему не в футболке команды? Я не хожу в цветах. Потому что я местный. Когда люди впервые приезжают в город и хотят прочувствовать Энфилд, они наряжаются в шарфы и футболки. Я этим не страдаю. Дэнни, сколько лет ты болеешь за Ливерпуль? Я родился в Ливерпуле. Ливерпуль – это религия. У нас в семье 2 поколения болельщиков. Если кто-то рождается, то сразу крестится. Католика и фаната Ливерпуля. И все. Две религии. Дэнни, я знаю, что ты в прошлом сезоне не пропустил ни одной игры. Ты был на всех играх, во всех турнирах. Мать его, как такое возможно? Ты вообще работаешь? Я работаю сам на себя. И сам себе хозяин. Стиви Джерард – самый лучший игрок в истории Ливерпуля. Нет-нет, еще раз нет. Он один из них. Он один из лучших. Он легенда. Он особенный, но у нас есть и другие знаменитые игроки. Кенни Даглиш. Ян Раш. Джон Баннс. Стиви – один из великих людей для нас. Он трудолюбивый, упорный и очень скромный. Пример и икона для подражания для таких болельщиков, как я. Он воплощение того, как можно начать с самого низа и достичь самых заоблачных высот. Если взять сейчас состав Ливерпуля, да, там сумасшедшее трио Фермино-Салах-Мане, если в центр поставить Стиви, как ты думаешь, Ливерпуль был бы чемпионом? Ох, что бы тогда было? Мы бы, наверное, отожгли так, что мама не горюй. Но реальность такова, что Стиви ушел в виду своего возраста и уехал в Америку. Но я уверен, если бы было так, как ты говоришь, из этого бы вышло нечто невероятное. Нам не хватает такого особенного игрока, как Стивен. Он очень силен физически и вдохновляет всех вокруг своей страстью. Он и есть самый настоящий скаузер, сердцем, принадлежащим вот этому футбольному клубу. Дэнни, я знаю, что рядом с Энфилдом находится Гудисон парк. Это стадион Эвертона. Это правда? Да, это правда. Тут рукой подать. Вот там через парк он и стоит. Сральник чертов. Если я сейчас пойду в этой форме, в этой майке и пойду в сторону Гудисон парка, мне дадут пиздюлей? Ну, за это, думаю, по щам не дадут, но плюнут и, может, пнут разок. Тогда пойдем в паб, не пойдем в Гудисон парк. Раньше было два стадиона, которые принадлежали Эвертону. Один богач из Ливерпуля решил создать команду и одну поляну арендовал у Эвертона. Там он основал команду, которая со временем стала более успешной и лучше, чем Эвертон. Когда мы играем против Эвертона, они скандируют «История, история». Они всегда думают, что город принадлежит им. Но город разделен надвое. И мы – самая успешная команда в этом городе. Все болельщики Ливерпуля любят Стиви Джерарда, и он любит их в ответ. Но я видел фотографию, когда Стиви Джи стоял в форме Эвертона, маленьким пацаном. Когда вы это фото увидели, как вы отреагировали? Я был просто шокирован. Иногда люди делают какие-то глупости, чтобы просто подурачиться. Правда это или нет, я не знаю. То же самое с Карагером. Он тоже носил эту голубую тряпку. Но легендой он стал в футболке красного цвета. Возможно, это была первоапрельская шутка. Я знаю, когда вы были молодым футболистом, вы не очень впечатляли тренеров. Был хоть один момент, когда Стиви Джерард мог закончить с футболом? Нет. Единственное, из-за чего я мог закончить, это травмы. В моем сердце всегда жила страсть, благодаря которой я был настойчив и желал расти. Всегда мечтал играть в футбол на высшем уровне. Так что я всегда старался каждый день приносить себя жертву, чтобы стать профессионалом. Будучи юным игроком, мы поездили в Манчестер Юнайтед. Стиви, Манчестер Юнайтед, как такое могло получиться? Я был на просмотрах в очень многих клубах. Но, наверное, только для того, чтобы посмотреть, как работает система в них и как работают другие игроки. Для меня всегда был и есть только один футбольный клуб. Это Ливерпуль. Так что, когда мне было 12-13 лет, я хотел посмотреть, как все устроено во всех остальных клубах. Но сердце мое всегда принадлежало только Ливерпулю. И попасть туда было приоритетным желанием. Вспомните игрока, который в юности был суперзвездой, но потом пропал и не заиграл в футбол. Не могу никого такого припомнить. Когда ты молод и занимаешься, ты становишься все лучше и лучше. Ты растешь. Я знаю несколько игроков, которые закончили из-за серьезных травм. Обычно молодые и талантливые почти всегда имеют 100% шанс развиваться и расти. В 2006 году вы могли перейти в Челси, но прям в последний день отказались. Почему? У меня было даже два шанса перейти в Челси. В прессе тогда поднялась невероятная шумиха по этому поводу. Когда пришло время принимать решение, я выбрал в пользу команды, в которой мне хорошо. И все известно. Команды, которые занимают большую часть моего сердца. Вот так вот. Это круто. Я Ливерпуль матер. Я. Дру. 30 лет примерно вы в Ливерпуле. Были как игрок и как тренер. Вы не выиграли всего один трофей на арене именно клубной. Это английская премьер-лига. Вы можете сказать, почему Ливерпуль 28 лет не может выиграть АПЛ? Я думаю, все дело в том, что уровень чемпионата повышается с каждым годом. Уровень мастерства соперника растет. Посмотрите на Манчестер, Челси, Арсенал. Очень сложно выигрывать все игры против таких монстров футбола. Здесь нужна еще большая удача. Именно по этой причине АПЛ лучшая лига. Потому что уровень очень высок. Играть сложно, и это бросает каждому из претендентов невероятной по сложности вызов. Однажды звезда Ливерпуля снова взойдет. Сейчас у нас очень сильная и многообещающая команда. Рафа Бенитос один раз поменял вас в матче с Эвертоном, потому что вы слишком агрессивно играли. А Бенитос лучший тренер в вашей карьере? Я работал со многими хорошими, умными и сильными тренерами. Но если бы пришлось выбрать самого-самого, я бы без сомнений назвал Рафа Бенитоса. Он был очень дотошен в мелочах и очень грамотно выстраивал тактику. Самый крутой партнер, с которым вы играли в команде? Вы имеете в виду с точки зрения таланта? Да. Луис Суарес. Самый крутой игрок в истории Ливерпуля. Кенни Даглиш. Не ты? Не-не, Кенни Даглиш. В городе Хайтен, где родился Стиви Джерард, то есть здесь, работает до сих пор в баре его родная тетя, ее зовут Лин. Сейчас мы с ней познакомимся. Вот ваша лучшая пильда Гиннесса в Ливерпуле. Мог ли я себе когда-нибудь представить, что мне будет наливать Гиннесс тетя Стиви Джерарда? Я знаю, что вы живете в доме, где родился Стивен, и вас очень много атакуют репортеры, фотографируют окна. Вам вообще тяжело быть тетей Стиви Джерарда? Нет, вовсе нет. Я горжусь им очень сильно. Пусть снимают, сколько им влезет. В моих глазах он легенда. Все знают, какой Стиви был профессионал на футбольном поле. Каким он был ребенком? Милый, послушный и очень симпатичный мальчик. Расскажите какую-нибудь забавную историю о Стивене из детства. То, чего никто не знает. Когда он был совсем маленький и еще даже ходить не умел, он уже имел смелый характер. Помню, его дед сидел на ступеньках и говорил «Давай, Стиви, давай!» И он увидел и пополз, прямо по старым корням, сдирая колени. Он был у нас упертый малец. Таким приходилось быть, потому что его воспитывали в строгости. И он таким и вырос, от ползунка, сдиравшего ноги об улыжники. Дед с ним даже боксировал, жестко его воспитывал. И то сделало его Стивеном Джерардом, каким мы его знаем. Какое было хобби у Стиви в детстве? Чем он отличался от других детей? С вот такого возраста он играл в футбол на улице. Играл со старшими мальчишками. У нас были ворота в конце дороги. За что бы он ни брался, он всегда хотел быть первым. Неважно, чем бы он ни занимался и во что бы ни играл. Будь то гольф или карты. Он всегда отчаянно хотел быть победителем. И рядом с ним должна была быть команда. Конечно. Когда из Уистен Джуниорс Стиви взяли в Ливерпуль в 8 лет, вы понимали уже, что возможно Стиви будет суперзвездой? Да, по нему сразу было видно, что у него есть талант. Он у нас выделялся среди остальных детей. Я знаю, что вы со Стиви очень близки. И вы часто ему готовили. Что он любил кушать? Он должен был питаться здоровой пищей. Из Ливерпуля он приезжал со списком. И так смотрел на меня и говорил. Ну если что, поем в Макдональдс. Был момент, когда Стиви играл во дворе с друзьями. Полез в крапиву, чтобы достать мяч. Ударил ногой, наступил на вилы и мог потерять большой палец. То есть, по сути, Стиви вообще мог закончить с футболом еще намного раньше, чем заиграл. Что это было за история? Они играли на поле и мяч закатился в траву. Он не знал, что там кто-то оставил острые вилы. Он хотел пнуть мяч и сильно поранил большой палец на ноге. Его мама была в магазине с моей мамой. Ко мне прибежали дети с криками о том, что бедный Стиви сильно поранил ногу, играя в футбол. Прихожу, а он стоит с вилами, воткнутыми в его большой палец. Первым же делом я позвонила в скорую помощь и его отцу. Мы пошли в дом маленькими шажками. Он кричал, Лин, прекрати, это меня убьет. В больнице палец и правда должны были ампутировать. Вилы пробили кость. Но люди из Академии Ливерпуля уговорили этого не делать. Эти вилы бросил в траву болельщик Эверклана? Нет, нет, просто кто-то забыл старые вилы в траве. В 600 метрах от этого паба, где работает Лин, тетя Стиви Джерарда, находится дом, где родился и вырос сам Стиви. Ну что, 600 метров это недалеко, поэтому пойдем прогуляемся. Да, погода, конечно, чума. Excuse me? Простите, где находится дом, где родился Стиви Джерард? Его дом прямо по улице, минут 5 ходьбы. Номер 10. Номер 10? Окей, спасибо большое. Где-то здесь родился Стиви Джерард, сейчас живет его здесь тетя. Будем искать номер 10. А, вот он. Вот так вот, скромно. Тетя рассказывала, что очень много приезжает туристов, очень много приезжает китайцев, фотографирует окна. Вот сейчас мы в роли китайцев. Стоим возле дома Стиви и пытаемся рассмотреть в окнах, что же там происходило и что же там есть. И где же находится это поле, где играл маленький Стиви Джерард и поранил свою ногу. Здрасте, простите. Он что, за Эвертон? Не неси херню. Вы видели Стиви Джерарда здесь с маленьким ребенком? Когда он был мальчишкой, он играл в футбол вон там, внизу по дороге. Где находится это поле, где Стиви Джерард повредил свою ногу? Вон там, видишь стену? За ней. Там сейчас бунгало. Вот за той стеной раньше был парк. Вот здесь вот в Хаттинне мы встретили человека, который видел маленького Стиви Джерарда. Говорит, что он постоянно играл в футбол и рассказал про то происшествие, которое случилось с его ногой. Кстати, обратите внимание, футбольные ворота. Символично, что рядом с домом Стиви Джерарда стоят вот такие вот футбольные ворота на асфальте. Опа! Судя по всему, поле, которое было здесь раньше, теперь его нет. Заасфальтировали, построили дома. За Эвертон гоняете? Да, круто, Стиви Джерард рос среди людей, которые топят за Ливерпуль. Практически у каждого есть татуха. В Англии все пропитано футболом. Футболом и дождем. Кайф. Как часто после удачных матчей Стиви, например, победа в Лиге Чемпионов, вам подходили и говорили, Лин, я поздравляю, это Стиви. Но мне все начали звонить и просить фотографию. С кубком или автографом. Как часто вы сейчас созваниваетесь со Стиви? Все время на связи или очень редко видитесь? Раньше мы созванивались чаще, сейчас он звонит реже. Но я понимаю, он далеко, в Шотландии. Там у него семья, работа, футбол, благотворительность. Он очень занятой человек, и я это понимаю. Вам не кажется, что Стивен Джерард и его характер, это прям очень подходит для Ливерпуля? Мы нашли ответ, почему у Стиви все... Он рожден был для Ливерпуля, да? О чем я всегда тебе говорил? Он наш до мозга костей. Что для Стиви значит Ливерпуль, и вы верите когда-нибудь, что он может вернуться, быть главным тренером? Я бы очень обрадовалась, узнав об этом. Я и сама мечтаю, что это произойдет однажды. Он у нас золотой ребенок и заслуживает особенного. Самый крутой матч, который ты видел на Энфилде? Я бы сказал, матч против Олимпиакоса на Энфилде. Похож на то, что будет сегодня. Нам нужно выиграть, чтобы пройти дальше в Лиге Чемпионов. И Стиви Джерард показал, чего стоит. Дэнни, скажи честно, когда после первого тайма Ливерпуль проигрывал в Стамбуле Милану, ты пошел спать или досмотрел игру до конца? Я был в Стамбуле и находился на стадионе. В тот год у меня умер отец. И мама была очень подавлена из-за этого. Но все же я решил сосгонять в Стамбул одним днем, чтобы вернуться и снова быть с мамой. Но потом все сошли с ума. И я даже о маме забыл. И остался там. Тут можно приобрести кирпич. Это своего рода мемориальный камень. Тут в основном в память о людях, которых уже нет с нами. Хорошая идея. Брат Стиви в трагедии в Хиллсборо был самым молодым человеком, который погиб. Насколько тяжело было вашей семье это все пережить? Было очень сложно. Стив тогда был маленьким мальчиком. Мне самой было 23. У меня был ребенок. Я помню, смотрела телевизор и думала, есть ли там кто-то из близких. А потом... Это был ребенок сестры моего отца. Джон Пол. Это был очень тяжелый удар для нашей семьи. Мы все приехали прощаться с ребенком. Это было очень тяжело. Вот видишь, я же тебе говорила, что так будет. Нет-нет, все в порядке. Надо паузу. Это нормально. Когда в нашей семье очень тесные связи, все очень болезненно переживают такое и сопереживают друг к другу. Поначалу, когда Стив был маленьким, он немногое понимал. Мы прошли через это. Для этого и нужна семья. Мы проходим мемориал Хилсборо. Что значит эта трагедия для болельщиков Ливерпуля? Мне сложно объяснить. Это чувство огромной утраты, которую мы носим внутри уже много лет. Вина и подобные эмоции. Такие, как скорбь и печаль. То, как с нами обошлась пресса и правительство, очень обидно и нечестно. Сейчас, конечно, путем судебного разбирательства уже доказано, что нашей вины в этом нет. Но кому от этого легче? Жизнь 96 погибших не вернует. Я думаю, их души все еще здесь. Они до сих пор болеют здесь за свой любимый клуб. Они никогда не будут забыты. На новом гербе Ливерпуля огонь. И это вечный огонь. Память о погибших. Правда, что газету Sun не покупают болельщики Ливерпуля, потому что они писали про вас гадости? Это пресса. Они всегда придумывают какое-то дерьмо. Извини. То, как оклеветали то, что фанаты якобы делали со своими уже погибшими товарищами, такое могли написать только ублюдки. Мы называем их дерьмогазета. В большинстве магазинов на территории города эту газету не найти. Ты сможешь купить ее только где-то за пределами города или на выезде. Как-то раз я летел из Ливерпуля в Манчестер на игру и в аэропорту увидел стопку этих газет. Я просто схватил всю пачку этого дерьма и выкнул в мусорку. Друзья, обратите внимание, вот стадион Энфилд, а за моей спиной находится прям практически на стадионе паб. Да, это Альберт Паб. Для меня это часть истории футбольного клуба. Тут по кругу стадиона много чего было. Но город строится. Все поразрушили и снесли. А этому пабу хоть бы хны. Стиви Джерард икона для болельщиков. А есть футболист, который стал вообще иудой? Нет. Если он играл за наш клуб, мы должны любить его. И с тренерами так же. Даже если он нам не нравится. Он возглавляет наш клуб, и мы обязаны поддержать его. Что про игроков, то я могу назвать много игроков из других команд. Но в Ливерпуле нет. Если он играет за Ливерпуль, он один из нас. Кто круче, капитан Хендерсон или Джерард? Я считаю, что Хендерсон вообще не должен быть капитаном. Он не лидер и не лучший игрок. Если бы на его месте мне предложили капитанскую повязку от Бандайка, я бы ее просто не взял. Он ни разу не Стивен Джерард. Он не такой человек, как Стиви Джерард. Даже в подметке ему не годится. Если я сейчас подойду к болельщику, который уже выпил 5 пинт пива, который заряжен на матч, я подойду и скажу, Стивен Джерард – говно футболиста. А он мне даст в табло? Да, я думаю, да. А может, и не только в табло получишь. Так, репетиция. Стивен Джерард – дерьмовый футболист. Да пошел ты нахер. Да, с тренером парень лучше не шутить. Даже в тренировке. Ты родился в Ливерпуле. Из всех звезд, которые играли в Ливерпуле, важно, что Стиви Джи именно местный парень. Да, конечно, это очень значимый факт. Он скаузер, он здесь легенда, и это даже не обсуждается. И знаешь, как человек, который в жизни провел не один час, наблюдая за его игрой, могу сказать, что все это у него заслужено. Я счастлив, что мог видеть это вживую. Мне реально повезло. Стиви, мне Риера рассказывал, что был случай, когда вы не начинали матч Лиги Чемпионов, пока трибуны не допели песню «Never Walk Alone». Вы супер-икона не только для болельщиков Ливерпуля, но и, наверное, вообще для всех любителей футбола. Самый приятный поступок от болельщиков Ливерпуля в ваш адрес? «You Never Walk Alone» – это особенная песня, известная всему миру, и исполняемая в начале и в конце матча нашими болельщиками. Я помню, когда был молодым игроком, фанаты спели песню «В мою честь». И это было одно из самых лучших чувств на свете. У Ливерпуля болельщики по всему миру. Это огромный клуб. И я горжусь тем, что играл для всех этих людей, отдавая все свои силы до последнего. Какой Ливерпуль самый сильный? 90-го года, 2005-го года или нынешний? Тот, что мы видим сегодня. За время моей карьеры у нас была хорошая команда. Два-три игрока высокого уровня. Теперь же на каждой позиции имеются такие футболисты. Защита, вратарь, полузащита, нападение. Я думаю, что сейчас команда лучшая за долгое время. Лучший той, в которой выступал я. Стиви, Лукин Майерс, вы когда-нибудь мечтаете возглавить Ливерпуль как тренер? Да, это моя мечта. Большая мечта. Но в реальности она не так легко осуществима. Потому что каждый хороший тренер мирового уровня хотел бы возглавить Ливерпуль. Я бы не хотел стоять у руля Ливерпуля лишь потому, что я Стиви Джерард. Я бы хотел этого только потому, что я достоин ввиду исключительно профессиональных качеств, как тренер. Я мечтаю когда-нибудь стать тренером в Ливерпуле. Но сейчас я в Рейнджерс и сделаю все, чтобы принести им пользу. Прогноз на ответный матч. 3-0 на Камп Нол. Что ждать на Энфилде? Я думаю, многого не стоит ждать. Да, атмосфера будет гнать команду вперед. И если мы первыми забьем гол, надо смотреть по ситуации. Задача, стоящая перед нами, это практически неприступная вершина. Однако в футболе, насколько мне известно, по 2005 году возможно абсолютно все. Ребятки, вот так вот болельщики Ливерпуля перед игрой разминаются, чтобы петь на Энфилде. Ливерпуля перед игрой разминаются, чтобы петь на Энфилде. Все, секрет раскрыт. Теперь я понимаю, почему они поют постоянно на махах. Они поют везде, до игры, после игры. Песня про Си Ви Джи. Слушайте, у меня уже мурашки по коже бегут. Я не представляю, что будет на Энфилде внутри арены. Слушайте, а глушительный шум, это встречает болельщики Ливерпуля команды Барселоны, которая приехала. На стадион теперь посмотрим, как встретит Ливерпуль. До матча остается буквально полтора часа. Самый решающий матч сезона для Ливерпуля, потому что в чемпионате, судя по всему, уже все решено. Сити не отпустит победу, а вот в Лиге чемпионов все ждут камбэка. Ливерпуль, 4-0. 4-0? Да. Ливерпуль, 4-0. Вот он, Энфилд, полуфинал Лиги Чемпионов, Фливерпуль против Барселоны. Как же я давно мечтал сюда попасть, именно на этот стадион. Эмоции переполняют, просто космос, аншлаг. Нет Салаха, нет Фермино, надо выиграть 4-0. Все верят в победу, верят в проход дальше. Кубок Лиги Чемпионов несут под «Оле-Оле-Оле», честное слово, для мурашки бегут. Атмосфера просто фантастическая. Кубок Лиги Чемпионов несут под «Оле-Оле-Оле», Кубок Лиги Чемпионов несут под «Оле-Оле-Оле», Друзья, не бегай долго. Это лучшее, что я слышал в своей жизни. Все, друзья, все готовы, команды вышли. Если честно, такой атмосферы я никогда не видел. И футбол больше в моем представлении никогда не будет прежним. Это просто огонь. Энфилд, Ливерпуль, Барселона. Погнали! Не, вы это слышите? Первой минутой сразу опасный момент. Первые минуты матча и гол 1-0. В нашем ослабленном составе Ливерпульс занимается сейчас. Мне кажется, одним болельщикам у Ливерпуля стало больше. После того, как я лично увидел, как болеет и как смотрит футбол великий Энфилд, самая жаркая заруба еще впереди. Матч 100% достойный финала Лиги Чемпионов. Ну что, пожалуй, посмотрим. Последний опасный момент сейчас может быть в первом тайме. Ливерпуль дает счет 1-0. Очень нужен еще один гол в первом тайме до перерыва. Клоп просит поддержки у зрителей. Реально сумасшедший первый тайм, который подходит к концу. Я думаю, последние секунды идет. Матч! Какой момент еще Элисон Бекер, что он творит? Счет бы стать 1-1 и матч бы закончился. Все, друзья. На Энфилде нет очередей. Можно спокойно взять себе сосич, пивас, все как надо. Пананку такую купить гламурную, как у дядьки. Взял себе хот-дог. Заряжусь перед вторым таймом, чтобы орать, топить, болеть за красивый футбик. Пананку. Это не было茶 чтобы claims были нenin tough you and get round from England. Это инициативу, такого числа не было бод Paddy. Ой! 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 Ох! Ой! Ой! Ох! Безумие, что творится на Энфилде! Всего один гол остался Ливерпулю. Это фантастика, просто фантастика. Это безумие, 3-0! Ливерпуль, Ливерпульская первая трибуна, играть еще 30 минут, 30 минут! Ливерпульская первая трибуна, играть еще 30 минут, 30 минут! В левом месте готовится Пичтавр на удар. У всех дежавю, все вспоминают первый матч! Пичтавр! 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 В 79-й минуте 4-0. Фантастика! Энфилд на ногах! Никто не сидит! Вверху выходит финал! Что происходит на Энфилде? Это безумие! Левый волки лов в честь победы Ливерпуля! И выхода в финал! О' Бог! О' Бог! Вверху! Вверху в честь победы Ливерпуля! Субтитры создавал DimaTorzok А это аплодисменты в адрес болельщиков Барселоны Вот он Ливерпуль, честно признаюсь, таким футболом Свою любимую игру я еще не видел Это очень круто Если вам понравилось это видео про Сиви Джерарда Про Эмфилд и Великий Ливерпуль Подписывайтесь на мой канал Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий выпуск Подписывайтесь на мой твитер, группу ВКонтакте Инстаграм Это красава Я стараюсь показывать вам самое лучшее, что есть в русском футболе И не только Всем пока Это мать его футбольное счастье Красава